Браком роспись в ЗАГСе. Что считается? В Библии не написано, что роспись в ЗАГСе будет считаться браком. Так? Я даже не пойму, где роспись-то, какую роспись делать? В ЗАГСе, если человек распишется... Но? В Библии же нету ЗАГСа вообще. Ну, больше ничего и не было. Ну, значит, это считается блудом, если роспись в ЗАГСе... Если не венчаны в церкви, считается блудом. Церковь так приняла. А тогда зачем венчание, если без него нормальный брак будет? Женить хоть сколько раз. А тут нет, при живой жене второй раз уже нельзя. Вот. Получается, если человек хоть распишется в ЗАГСе, хоть разведется для Бога, это вообще ничего не значит. Означает, что блудник погибший был и ЗАГСа выглянул. В аду сидел. Понятно. В аду. Два блудника решили блудить вместе. Ну, и что из этого получится? Надо думать о вечности. Что мы сегодня умрем, и у вас, брата, никакого нету, покаяния за гробом нет. Игнатий Тихонович. Какие молиться, какие молитвы должен произносить крещающий, крещаемый, или там на кого руки возлагают. То есть подробностей и вообще этого учения в Библии нет. Но оно есть в требнике у священников, у православных. Правильно? Правильно. Потому что Господь говорит, Дух Святой придет и научит. Благодать Духа не окончилась с апостолами. Она 2000 лет действует. Иначе мы должны все спихнуть. Библии такой, как у нас Нового Завета, не было. Повсписи не было. Евангелия не было. Мы можем вообще быть хуже безбожников. Ну, значит, из этого получается... А, да, и, кстати, еще апостол Павел тоже говорит, ну, в 1 Коринфянам 11 главе 2 стих, во 2 Кислоэнхийцам 2 глава 15 стих и 3 глава 6 стих о предании. Вот как раз это и входит в предание, вот можно так сказать, да? Что можно сказать? Ну, вот апостол Павел ссылается в 1 Коринфянам 11 глава 2 стих, например, «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я передал». Да. То есть это все относится к этому преданию. То есть то, что он говорит, оно было устно передано. Это не то, не сегодняшнее предание. Это то, что потом напишут, будет писанием. Поэтому предание, когда он говорил на площади, это предание. Ну, он же учил, как крестить-то, он же знал, как учил. Ну, как, тут так понятно. Зашел в воду Евнух и Перип, оба зашли в воду, не ладошкой по голове, за деньги. За деньги это симония, это проклятие. Ну, вот сейчас, получается, у православных священников в этой книге, в требнике, все расписано, и как крестить. Правильно, правильно, правильно. Так, так, так и должно быть, потому что только Господь сказал, что это должно быть. А как это потом следующие учителя? Одних поставил апостолами, во-вторых, пророками, а в-третьих, учителями. Вот они и пришли. Да, ну, вот получается, что Библия ссылается вот на эти предания, на устные, да, сейчас мы имеем тоже подробно расписанное, как правильно крестить, как правильно руки возлагать на дьяконов, пресвитеров, на епис. Ну да, это другое предание, это не то предание, на которое Павел говорил. Павел говорил то, что станет писанием. А предание, которое потом пошло написали, об этом там речи нету. Ну, тогда апостол, во времена апостола Павла, было крещение? Было все, но преданием он называет то, что говорил, устами передавал. А потом это было записано Лукой и стало писанием. А потом пошло предание, которое на наших дней. Это предание к тем не относится. Оно тоже предание церковное, но не апостола Павла. Ну, понятно, да, да, да. Да, так ему должны понимать. Так. Тогда получается, смотрите, я в 2013 году был по незнанию, получается, я еще был баптистом на тот момент и расписался в ЗАГСе с баптисткой. Вот. Ну, где-то лет шесть мы прожили с ней, она меня выгнала потом, да. И вот сейчас, получается, ну, прошло, наверное, три года примерно, может, больше, она написала, в общем, мне с этого суда позвонили, сказали, чтобы пришел в мировой суд, будет, это, на развод она подала. Ну, получается, ЗАГС, роспись в ЗАГСе, она ничего не значит. Ничего не значит, совершенно не значит. Но она обязывает, по-мерзки, закону, она обязывает, будет ребенок, будешь давать элементы. Это обязывает. Да здесь, понятно, детей нету, так что... Ну, значит, еще она там, имущество, которое нажили, делить пополам, суд поделит пополам квартиру. Понятно, имущества тоже нету совместного нажитого. Ну, значит, ничего и нету. Два грешника были, и все. Да. Тогда, получается, надо развести... Ну, понятно, что если бы повенчаться, то это было, считалось бы браком. А ЗАГС это и будет просто... Нет, церковь православная не может это считать. Но, когда приходят баптисты, их заново перевенчают. Ну, понятно, да, да. То есть, получается, сейчас можно и вот, когда в суд меня, я должен прийти в суд, нас разведут. То есть, это вообще для Бога. Хоть развод, хоть роспись для Бога. Да нет, тысячи, это все от мира всего. От еретиков ничего не признается. А они еретики. Да, то есть, как меня... Ну, и государством, неверующими людьми это тоже. Да, да. Да, кстати, вот тоже узнал тоже недавно, как у меня это получилось. Что, оказывается, ЗАГСы были созданы коммунистами, ну, большевиками, пришедшими к власти. В 1917 году, когда вот Ленин пришел к власти и создал декрет об отделении церкви от государства. Да, да. И вот тогда они ЗАГСы придумали. То есть, до этого не было ЗАГСов. Было только венчание. Да, да. Все, понятно. Тогда меня, как на суде получается, как себя вести на суде? Вот меня... Ну, никак, что делает, пускай делает. Молчи, ничего не говори. Скажи, я согласен на развод, и все. Может, они с вас какие-то деньги будут высчитывать, придется заплатить. Все, понятно. Хорошо. Вы все на себя возьмите, чтобы она вас добрым словом вспоминала. Бывшая жена. Да это не жена, получается, блудники. Ну, блудницы все равно, вы жили, были в удовольствии, жили, работали. Ну, не обижаю ее ничем, чтобы расстались мирно. Ну, я ничем не обижал. Дело в том, что я на развод не подавал, потому что, ну, во-первых, я считал раньше это браком, потому что я был баптистом. А оказалось, что это не брак, это блуд. Вот сейчас она сама подает на развод. Она, наверное, думала, что я быстрее подам на развод, чтобы ее не считали виновной баптистой. Вот. Но я не подавал на развод, она сама подавала. Так она еще православной она не стала? Нет, она, нет, она не принимает. А вы... Она, кстати, выслушала, вот что, плюс, слава Богу, да, семя посеяно. Она выслушала все места писания по поводу рукоположения от апостолов. Вот то, что Павел ссылался к Тимофею, писал, что дар Божий, который к тебе через мое рукоположение. Про предание она... В общем, много ссылок про иконы, вот, я ей тоже посылал. Не знаю уж там, она смотрела или нет, приняла или нет, но ей было передано. Вот. Она сама лично про рукоположение читала, прям при мне эти ссылки. Так что, ну, я надеюсь, что может быть, когда-то прорастет, а она, ну, Бог ей откроет. Вот. Но она не приняла, да, вот сколько лет прошло, нет. Она не видит, не слышит меня, не хочет ничего. Не пишет, не звонит. А чем вы так ее обидели-то? Почему она разводится и почему вас не слушает-то? Она, когда выгоняла, сказала такие причины, что ты меня не любишь, ты мне подарки не делаешь. Я говорю, это разве библейская причина для развода? Такого вообще в Библии нет. А вы ее не можете, вы не можете ее привезти тут, поговорить с ней? Это невозможно. Она вас не считает ни за... Вы никто для нее. Вот. Что, какой смысл ей прикроет? Она меня слышать не хочет. Она даже по телеку. Баптисты во всем мире меня не считают за ничто. Нет. У них очень высокое мнение. Они своим баптистам меня в пример ставят. Но она считает. Ну она что считает баба? Баба считает по недоразумию. Она считает. У нас был один с Украины, и он как с ума сошел. Президент ваш, не президент. Земля, которая здесь у нас на Алтае. Это не... Нет, вроде Украине принадлежит. Ну еще, сумасшедший. Роман Малыш. Да, 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 да. Ну, это, Игнать Тихонович, дело в том, что я по телефону хоть звони, хоть пиши. Она не отвечает. Она мне не хочет ни видеть, ни слышать. Она прям так и писала мне в сообщении. Не пиши мне, не звони мне, забудь меня. А что ж вы женились-то? Женились-то зачем на такое дело-то? Она такой не была, когда я выходил, это, расписывался. Я не женился. Она такой не была. Но в момент, когда жила с вами, она такой стала. Значит, от кого влияние-то было на нее отрицательно? От вас? Когда я принял крещение в православной церкви. Вот с этого прям очень сильно началось вот это. Ну, это назря. А вы крещение принимали с полным погружением, бесплатно? Да, да. Я же вам говорил, я звонил еще года три назад, как только принял это, или два года назад. Я в 2019 году, ой, да, в 2019 году принял крещение в православной церкви. Вот. С полным погружением, вот. Я же вам тогда и показывал, вот она у меня свидетельствует, я вам тогда показывал свидетельство о крещении. Да, они такие, они дают, рукой мокрой заденет и выдают такое. Они выдают. А крещения не было. Это обливание, окропление. Они песком стараются уж так оправдать. Не-не, я нашел священника, который меня крестил с полным погружением в реке Волга. У нас Волга рядом. Но бесплатно, бесплатно было? Даром, даром, да. Ну, все правильно тогда. Да, слава Богу. И вот после этого, получается, смотрите, она меня выгнала примерно через два или три месяца. В общем, я вот в июне, сейчас скажу даже, какого, крестился. Да, 14 июля 2019 года. А где-то в сентябре или в октябре, я уже сейчас точно не помню, ну, буквально вот прям через два-три месяца она меня выгнала. А как она выгнала вас? Как выгнала? Толкала вас или как? Ключ не дала? Было такое, да, да. Я ее руки держал, руки держал, чтобы она не распускалась. Ну, это что-то такое с человеком было. Здоровый, крепкий мужик, и она его выгоняет. Да сегодня 11 миллионов, вообще же мужика никогда не выйдут, настолько меньше. Как так можно? Если бы я на нее руки поднимал, у нее были бы синяки, и она бы спокойно в полиции написала. Ну, нету такого, потому что я ее не пил. Вот. Вот так вот. Это все вот началось после крещения. Вот сразу вот она все это не принимала, ни эти ссылки не принимала на Библию, которую я давал. Вот так это произошло. Ну, ладно, все, тема закрыта. Тема закрыта. Тема закрыта. Так, еще что? А, смотрите, насчет епитемии и насчет наказания церковного, да, епитемии. Получается, смотрите, если я принял крещение, да, вот в июле, и, получается, еще два года жил с ней, ну, получается, я в блуде жил. Я же расписан был, я не венчанный был. Вот с этого считайте. Когда выгнала, да? Когда выгнала, двери закрытые. Все, и больше вы не встречались. Вот оттуда семь лет считаете? Да, прямо оттуда начинайте, от этой двери, а потом дверь откроется в церковь. Все, значит, семь лет у меня наказание не подходить, не причащаться. Я не утверждаю это теперь. Может быть, вы дойдете до епископа, как они решат, так и поступите. Но по закону, по канонам церковным именно так. Вот я согласен, я по этим соборам принимаю их, я согласен понести наказание. Семь лет буду терпеть тогда. Так больше не женись, вам сколько лет? 44. Ну, еще надо. Живи один, не гляди на них. Так я уже три года как живу один. Соломон нашел, что женщина горше смерти. Да. Остался без жены, нищей жены, Павел говорит. Все. Да, да. Ну, все, отхожу тогда. Вопрос решился. С Богом. С Богом. С Богом, ага.